Неравнодушные к природе люди не могут оставаться в стороне от чужой беды. Наглядный пример тому – Щелковский образовательный экоцентр «Добрый пластик», что базируется в библиотеке на улице Талсинской. Здесь школьники округа не только учатся тому, как бережно относиться к планете, но и как, владея этими знаниями, помогать жителям. Закономерно, что здесь, в экоцентре, организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Белгорода, который сегодня очень нуждается в нашей поддержке. Нам очень приятно, что наша площадка «Экоцентр «Добрый пластик» стала местом притяжения не только молодежи подрастающего поколения, где мы проводим экологические уроки, мастер-классы, различные фестивали, но и также притяжением всех жителей нашего городского округа, которые такие большие молодцы сегодня приняли активное участие и собрали достаточно большой объем необходимых вещей. Здесь в основном брюки, хорошие костюмы, все прилично. Мы везем гуманитарную помощь в Белгород по запросу местного фонда, который попросил у нас одежду, химию бытовую, продукты и лекарства. А вот уже кадры из Белгорода. В местном магазине закупают продукты по 30 единиц каждого наименования. В приоритете – крупы и консервы. По другую сторону камеры Юрий Мальон-Шишков – куратор социальных и экологических проектов благотворительного фонда «География добра», который не первый раз ввозит гуманитарную помощь на приграничные и новые территории. В центре Белгорода в доме с надписью «Укрытие» расположился благотворительный фонд «Вторая жизнь», который помогает гражданам, пострадавшим при обстрелах города, а также оказывает помощь беженцам, оказавшимся в крайне тяжелой жизненной ситуации. Дорогие жители Москвы и Московской области, спасибо большое за ваши добрые сердца, за собранную гуманитарную помощь. Все вы сейчас знаете, что Белгород подвергается обстрелам, и при граничии в самом Белгороде люди потеряли имущество, жилье, и сейчас нуждаются в самых простых вещах. И благодаря вашей помощи, вашей поддержке нам есть теперь чем-то наш людям. Спасибо большое. Среди белгородцев, которые, несмотря на участившиеся обстрелы, продолжают верить в лучшее много детей. 1 июня, как и все, они будут ждать праздник. В конце мая мы будем осуществлять сбор в экоцентре, приуроченный к Дню защиты детей. Просим вас прийти в экоцентр и принести ролики, развивающиеся игрушки, детское питание. В общем, все то, что нужно детям. Давайте сделаем в городе Белгород им небольшой праздник. За информацией об актуальных сборах гуманитарной помощи следите в социальных сетях экоцентра. Виктория Мельник, Александр Арджевский, Щелковское телевидение.